это аэропорт анталии у нас сегодня рейс в стамбул вечерний рейс стамбул новый аэропорт компания turkish airlines вот мы зашли в аэропорт на входе проверили температуру ну как обычно и еще проверили специальный код который необходимо взять в приложении для передвижения по территории турции его проверили сразу на входе охрана проверила чтобы зайти на территории аэропорта необходимо показать именно или этот код или билет то есть провожающих в аэропорт не пускают сейчас мы идем к стойке чтобы сдать багаж и получить билеты то есть посадочные талоны мы сдали багаж получили наши билеты теперь можно рассмотреть аэропорт вот сидушки закрыты через одну вот но что я могу сказать несколько дней назад у нас уже был первый перелет после карантина мы летели из бодрума в стамбул конечно здесь народу побольше но обычно конечно в этот период здесь аншлаг потому что много туристов как раз лето вот сейчас сейчас людей немного здесь но значительно больше чем мы видели в бодруме бодруме аэропорт вообще был пустой там за весь день нам сказали что 100 человек было на рейсе здесь конечно людей побольше вот везде разметки о соблюдении дистанции небольшие очереди для регистрации вот сейчас мы поднимаемся наверх чтобы пройти контроль безопасности так и кстати по поводу ручной клади правило правило перевозки ручной клади немного изменились теперь можно взять с собой женскую сумку детскую сумку и ноутбук то есть небольшие чемоданы которые раньше брали вручную кладь салон сейчас брать запрещено как видите вот в очереди все с пустыми руками или с какими-то небольшими сумками но все нужно узнавать у своей авиакомпании перевозчика потому что каждая компания как бы корректирует свои правила связи с карантином вот зона ожидания возле ворот здесь уже не так многолюдно как было внизу и большая половина всего закрыта очень удивительно потому что в бодруме там где мы были практически одни вообще на всю зону ожидания это уже снимала видео там практически все кафешки магазины все работало здесь все закрыто я надеюсь можно будет найти место где купить водички вот ну принципе вот маркет работает так что так что есть где купить воды он даже женщина с кофе шла мы с собой в салон взяли ноутбук у нас потом детская сумка с детскими вещами и моя женская сумка вот то есть никаких большие кромозки и дополнительных вещей салон сейчас брать нельзя так ну вот маркет работает можно купить что-то попить это хорошо так вот вся наша очередь на наш рейс достаточно большая я думаю что самолет наверно будет заполнен полностью и на входе еще раз повторно замеряют температуру так вот мы идем салон самолета такой красивый закат сегодня так и на входе что-то раздают это такие вот пакеты и внутри одноразовая маска и салфетка с антисептиком вот как видите первая половина самолета она полностью пустая а сколько самолет пускали по очереди то есть возле ворот объявляли номера рядов по вашим билетам самого конца видите как бы задняя часть самолета она уже заполнена то есть объявляли ряд допустим тридцатый двадцатый и запускали людей по порядку с хвоста самолета и по очереди до первого ряда ну как видите самолет практически полностью заполнен наверное процентов на 90 здесь показывают видео о признаках коронавируса о том что необходимо одевать маску соблюдать дистанцию ну и соответственно объявили также при посадке что необходимо быть в маске и не снимать его в течение всего перелета здесь самолет немного так потрясло попросили всех оставаться на местах так мы уже подлетаем к стамбулу вообще перелет по расписанию 1 час 5 минут и принципе такая же длительность и перелета и была в отличие от году стабу где наш перелет был на 30 минут быстрее так сейчас в таком же порядке все пассажиры будут выходить из самолета то есть объявили номера сиденье начиная с головы самолета так вот и до нас дошла очередь мы выходим практически последними и как видите передняя часть самолета она пустая уже все пассажиры вышли но очень удобно сделали эту систему когда мы летели пикасу сам и там принципе самолет меньше бы все сразу выходили так а это уже аэропорт стамбула вот внизу это внутренние перелеты как видите людей немного но этот аэропорт конечно он очень огромный поэтому даже когда он работает на всю свою загрузку он не выглядит слишком многолюдным мы сейчас идем получать свой багаж посмотрим что здесь сколько лент работает ну здесь кроме нашего рейса других пассажиров я не вижу вот видите остальные ленты пустые кроме пассажиров нашего рейса здесь никого нет в данное время по крайней мере так вот выходим с аэропорта здесь обычно куча встречающих вот за этой серой оградкой сейчас вообще никого нету по новым правилам провожающих в аэропорт не пускают и встречающих тоже все мы выходим здание аэропорта и будем брать трассы чтобы добраться домой всем пока